Игорь Юрьевич, здравствуйте. Спасибо за то, что нашли время для нас. Конечно, многие с интересом наблюдают за тем, как Федеральная антимонопольная служба взаимодействует с западными компаниями, IT-компаниями, крупными IT-гигантами, которые по вашему предписанию, по вашей формулировке, пользуются своим доминирующим положением на рынке. Одно из последних решений, одно из последних предписаний касается компании Apple, которую ФАС обязывает открыть единый сервисный центр. Вы знаете, вообще мы сталкиваемся довольно часто, не только мы, совершенно разные страны в мире сталкиваются с тем, что крупные транснациональные корпорации переносят устаревшие или, как скажем так, плохие практики, которые у них складывались в 70-е, 80-е годы, то есть достаточно давно, в различные страны, которые они считают развивающимися, или они считают их банановыми республиками, или еще как-нибудь называют для себя. И эти плохие практики, которые уже давным-давно осуждены в Европе, в тех же Соединенных Штатах, где многие компании продолжают работать, они начинают применять у нас. И вот целый ряд таких дел против транснациональных корпораций, ну я имею в виду дело Google, скажем там, или дело Microsoft, они, безусловно, примерно из этой серии, так же, как можно еще десяток дел, какие же перечислить. Повторяю, не только Россия здесь страдает, страдают очень многие и другие страны тоже. Что касается Apple, то здесь действительно у них были определенные проблемы с нами, мы возбудили два дела, одно связанное с высокими ценами на соответствующие телефоны, айфоны, а сейчас мы об этом деле не говорим. А вторая тема была связана с тем, что для товаров с длительным сроком использования, конечно, нужно предусматривать сервис-центры, потому что, когда, если вы даже стекло разобьете, или там небольшая поломка у вас будет в айфоне, и вы приедете в сервис-центр, вам предложат новый айфон купить, там за те же 60 тысяч рублей, при том, что вы его только что купили, может быть, вчера, и способ заменить одну деталь на другую вообще отсутствует в Российской Федерации. Ну а поскольку это прямо связано с нарушением закона о защите прав потребителей и, соответственно, закона о конкуренции, поскольку, как вы правильно сказали, компания Apple занимает доминирующее положение на этом рынке, то мы возбудили соответствующее дело. Но в отличие от Google и Microsoft, мы, в общем, решили это дело миром. Потому что что в конечном итоге нам нужно было добиться? Нам нужно было добиться, чтобы как можно быстрее в России открылся сервисный центр. И, собственно, мы потребовали этого в рамках дела. Если компания это не сделает, то будут применены большие штрафные санкции. А сейчас мы направили простое предупреждение о том, что до 1 мая компания должна открыть сервисный центр. Я не могу назвать точную дату, когда это произойдет, но я думаю, что есть высокая уверенность у нас в результате этого дела и рассмотрения взаимодействия с компанией Apple, что мы получим это в ближайшем будущем, и уж точно для 1 мая, как это предписано Федеральной антимонопольной службой. То есть мы сможем за небольшие деньги ремонтировать наши телефоны, что, собственно, и требовалось доказать. Вы сказали, что с Google и Microsoft так мирно договариваться не получается пока. Но мы пробовали с Google разговаривать и говорили, что, может быть, в их интересах, в общем, конечно, заключить мировое соглашение, заплатить тот штраф, который для этого гиганта, там 450 миллионов рублей, там примерно получился у нас этот штраф, исходя из формулы расчета, которая заложена в закон. Предлагали им, в общем, конечно, отказаться от этих нарушений. Как вы знаете, речь идет о предустановке Google, как себя любимого во всех программах, когда вы открываете соответствующие телефоны, системы Android. А самое страшное, что для антимонопольщиков есть, в договорах с соответствующими производителями написано, что они должны отказывать всем их конкурентам делать то же самое. То есть что можно в углу, то нельзя всем остальным содержаться в договорах. Но это грубое ограничение конкуренции, за это, соответственно, накладывается большой штраф. И когда, собственно, компания отказалась исполнять наши предписания, начала заниматься ерундой, под этим я подразумеваю глупости всякие с письмами, что они якобы уже исполнили наше предписание, что они не понимают, как его исполнять. Вот это я называю глупостями. А то, что они подали во все суды Российской Федерации, которые только возможны, меня никак не раздражает, поскольку это есть защита их законных интересов, как и любой компании. Но поскольку предписание не выполнено, вопрос повис в воздухе, нарушение продолжается. Вы знаете, что мы обратились в суд с понуждением о выполнении решения, а это уже уголовный кодекс. Ну а я могу сказать, что много неприятных сюрпризов ждет Google. Очень много неприятных сюрпризов ждет Google, если они не будут выполнять решения российских судов. Самое неприятное какое? Ну я пока не буду этого говорить, пусть пока постепенно развивается ситуация, но смысл этого заключается в том, что мы не можем потерпеть, как Россия, невыполнение российских судов. Можно много что терпеть, разные высокомерные поведения, различного рода поучения, что мы там какие-то непонятные, не так все делаем, что они знают лучше. Но думаю, что Google, который так себя уже ведет, у него уже дело против него возбуждено и в Европе, по тем же самым основаниям, по которым мы вынесли решение, и, насколько мне известно, в Южной Корее. И сейчас я боюсь, что вообще весь мир начнет возбуждать антимонопольные дела, потому что нарушение очевидно. А в России мы справимся с этой бедой, это точно. Тем не менее, вы не однажды говорили о том, что главными нарушителями антимонопольного законодательства в России являются государственные компании. Ситуация меняется в лучшую сторону? Вы знаете, не только государственные компании, но и государство само по себе в лице государственных служащих. Но здесь есть хорошая тенденция. Вот у нас за 15 лет существования, первые 15 лет, сейчас нам 25 лет, Федеральной антимонопольной службе, антимонопольному органу, у нас среди всех нарушений, 51% это нарушения были самой власти. В чем они заключались? Это выдача незаконных преференций. Например, губернатор одной компании выделяет вместе с парламентом местные деньги из бюджета, допустим, швейные компании, какое-то одно избранное. Остальные, естественно, помирают в этот момент, потому что там может по более низкой цене за счет субсидий производить продукцию. Или, скажем, кого-то распространенное на сегодняшний день незаконно берут единственным поставщиком. И он начинает поставлять без всяких тендеров в соответствующую продукцию, у него гарантированный сбыт, остальные, конечно, в неконкурентном условиях. Вот это все было очень распространено, причем самая опасная штука, это когда еще нормативный правовой акт издается парламентом региональным или федеральным министерством. Мы судились с тем же Минтрансом, в свое время с Минсельхозом и так дальше, когда происходит ограничение конкуренции. То есть одному что-то дается в виде денег, привилегий, преференций, а другой не получает ничего. Неравные условия, это называется дискриминация. Для нас это самое оскорбительное слово. Для антимонопольщиков. Мы должны ее исключать. Так вот, за последние 10 лет количество нарушений власти снизилось до примерно 32-33%. То есть почти на 20%, можно сказать, снизилось. Это олицетворяет что? Постепенно в наших умах мы все-таки все дальше удаляемся от Советского Союза в рыночную экономику. Наверное, приходят более молодые губернаторы, более молодые люди. Или адаптируются те, кто еще при Советском Союзе, как я, например, работал и жил. И конкуренции проявляется все-таки большее уважение. И это, в общем, внушает некоторый оптимизм. То есть теперь это не больше половины дел, а треть. Вот наша задача, которую мы хотим поставить сами себе через указ президента, чтобы президент предписал нам добиваться со всем правительством вместе и со всеми губернаторами, органами местного самоправления, чтобы количество таких нарушений органов власти сократилось за ближайшие 5 лет до 20%. Я так понимаю, достичь этих целей вам может помочь национальной программы развития конкуренции в 2017-2019 год. Она достаточно амбициозна. Она подразумевает, например, ликвидацию унитарных предприятий, в ГУПов. Она подразумевает и большую программу приватизации. Если встречается ли вы сопротивление, какую позицию вы занимаете все-таки принципиально в вопросе об участии государства в экономике? Потому что здесь есть всегда две стороны. Ну, знаете, есть сферы такие, в том числе монопольные, где государство всегда должно быть, это инфраструктура определенная, инфраструктура общего пользования, где не должно быть, опять же, дискриминации ни в отношении ни одной компании. Все должны иметь равный подход, например, к железным дорогам или, скажем, к сетям электрическим. Или, скажем, граждане должны иметь возможность улицу переходить и по улицам ходить. И должны быть эти улицы и тротуары. Это государственная или муниципальная функция, как правило. Но, вообще говоря, то, что сейчас происходит с усилением государственного присутствия, очень сильно мешает конкуренции, тормозит экономику. И главное, что делает достаточно бесперспективным наше дальнейшее экономическое развитие. Мы теряем надежду на быстрые темпы роста. Потому что в государственных экономиках быстрого темпа роста не бывает, как правило. Ну, либо это уже совсем тоталитарные режимы, по типу Гитлера, когда там война и там военная промышленность начинает развиваться. Мы же этого тоже не хотим. Поэтому задача действительно провести массивную приватизацию, обеспечить, причем в тех отраслях, особенно которые монопольные, там сделать, организовать конкуренцию. Для того, чтобы вот этот механизм такой оздоравливающий, не требующий, кстати, денег, чтобы он приносил свои плоды. Что делает всегда конкуренция? Она всегда повышает производительность труда. Она всегда рождает инновации. Она всегда предоставляет новые возможности для человека с точки зрения его интеллекта, его трудоустройства и развития человеческого капитала. Причем это не стоит никаких миллиардов. Это решение, которое надо принимать. Мы же двигались в силу вселенского кризиса экономического по другим причинам. В силу стереотипов, которые у нас в головах сидят, весьма советские еще. Мы двигались в сторону, конечно, деприватизации, в сторону как раз создания государственных корпораций. В общем, делали то, что в свое время как раз было осуждено с точки зрения плохих практик. И наоборот, в Японии, когда были ликвидированы дзайбацу, то есть монополии японские. И в Корее, когда были ликвидированы чеболи, мы увидели японское экономическое чудо, вначале потом корейское экономическое чудо. И если мы хотим увидеть российское экономическое чудо, нам, конечно, нужно, наоборот, стремиться к приватизации и, в общем-то, к ликвидации таких больших госкорпораций. И на их месте должны появиться большое количество инновационных, современных, средних, малых и даже больших компаний. Но противники в вашей концепции могут сказать, что для приватизации нужна подходящая конъюнктура рынка. Это, во-первых... Ну, так всегда говорят. Да, тем не менее. А во-вторых, когда ставятся задачи, например, как они выглядят сейчас, до 2018 года, убрать все в гупы, то это может выглядеть просто как разбазаривание государственной собственности. Быстро раздать, не глядя на то, кто это покупает. Вот как за этим проследить? Вы знаете, кто покупает или там перепродает... И за сколько? Ну, и за сколько? Может быть, это все даже вторичный вопрос. Ведь самый главный вопрос не в этом. Первое, что нужно сказать, что есть гупы, которые работают в области инфраструктуры или оборонной безопасности, которые останутся. Ну, потому что там невозможно устроить по соображениям секретности в оборонке или, скажем, по соображениям доступности к инфраструктуре какую-то другую форму. Там всегда государство должно обеспечить равный доступ всем и только оно может быть орбитом. Но таких гупов немного. А вот чем проблема гупов, вот, например, в ЖКХ? Почему вот эта сфера остается такой ужасной и критикуемой людьми? Потому что там и здесь стоят мупы-гупы, которые субсидируются из бюджетов. И за счет этих субсидий из бюджета они создают так называемую видимость псевдо-дешевых услуг. Хотя на самом деле жизнь показывает, что там и воруют больше, и в отсутствии конкуренции там качество услуг очень низкое и все остальное. В это же время никто не обращает внимания на второе последствие этой политики. А вот это самое главное. Дело все в том, что бизнес частный, малый и средний войти в систему ЖКХ при субсидируемой экономике из бюджета вот этих гупов не может. Сегодня мы еще уже имеем там управляющие компании частные, но вряд ли мы можем увидеть или там за редким случаем каких-то только исключениях видим, а в системе отрасли это не происходит. Частных инвестиций туда нет. Потому что гупы занимают как собака на осенье это место, делают свою работу плохо, и никогда не будут делать лучше. Я всегда вспоминаю во всех своих как-то вот историях своей жизни, когда у нас пассажир автотранс один был на Петербург, вот одна компания, которая владела всеми автобусами. Эти автобусы разваливались, скрипели, денег из бюджета вылетало сколько угодно, а когда мы пустили частников, появились новые красивые автобусы, за которые бюджет не платит. Они сами платят инвесторы за это, только нужно создать условия. Вот мы целые отрасли гигантские рядом, вообще говоря, в которых протекает наша жизнь, наша среда обитания, это жилье, коммунальные услуги. Вот мы проживаем там большую часть жизни, вся наша семья проживает. Мы все там монополизировали, частный капитал не пускаем, субсидируем и миримся с этим качеством. Вот это ужасные последствия на таком бытовом уровне, но это каждый человек поймет. Так вы предлагаете убрать государственные субсидии? Нет, там нужно обеспечить плавный переход. Во-первых, надо убрать эти гупы, преобразовать их в более открытые общества, все же акционерные общества, чтобы, во-первых, появились в сайты директоров, чтобы можно было это видеть. Во-вторых, надо дать определенные пакеты уже частному капиталу начинать, а потом постепенно эти субсидии прекращать, измеряя тарифную политику разумную на протяжении нескольких 5-6-10 спокойных лет, без революции, без всего, нужно создавать возможности, это нетрудно, для приходов так частных компаний, которые должны там уже работать и конкурировать между собой. И тогда можно отбирать их на торгах, или тогда можно требовать от них совершенно другого качества. Как федеральная монопольная служба будет следить за реализацией вот этих задач и вот этих решений? Достаточно ли у вас полномочий? Как это будет выглядеть процедурно? Ну, вы знаете, мы ведь что делаем? Если президент сочет возможным подписать этот указ о национальном плане развития конкуренции, это же мы себе на голову вешаем. Ведь у президента очень строгий контроль. Если что-то не у нас и сделает, мы же и получим по шапке. Вот есть два вида федеральных чиновников, да не только федеральных. Те, которые вот как бы хотят что-то сделать и все-таки вот наша служба хочет не бояться получить по шапке, поэтому мы сами пишем и говорим, если что, дайте нам по шее за невыполнение. А есть те, которые на всякий случай ничего не пишут и вообще ничего не хотят и просто они там сидят и им плевать на все. Да, вот у нас таких людей, видимо, в нашей системе большую, у нас 84 территориальных органа, еще ко всем прочим, у нас таких людей в общем практически нет второго типа. И поэтому мы пишем такой амбициозный план, ну потому что надоело уже эта болтовня уже сколько, ну про то же ЖКХ, ну все мы слышим там, сколько я живу, я все время слышу, что я не плачу 100%. Да я давно 200 уже плачу и вы платите. Просто как посчитают, да, это все связано с темой тарифов, которым мы сейчас стали заниматься. Поэтому мы хотим, чтобы этот амбициозный план был реализован. Кто за, кто против, да, ну вот отраслевики, например, ну как всегда, ну почти все, за исключением Минэнерго, которая в общем нас в этом отношении поддержала, сказали так, а слушайте, а зачем, все и так хорошо. Мы только что выпустили постановление правительства, которое решает все эти проблемы. Мы говорим, а конкуренция появляется там? Не появляется, не будет решения. Ничего у вас не получится. Ничего не надо, говорят они. Но поскольку президент решил, что это надо, представитель правительства, значит, добился и было принято специальное постановление правительства к 1 марту, сделать дорожные карты, по каждой отрасли фактически, то мы надеемся, что с Минфином и Министерством экономики, которые, наконец, тоже, я надеюсь, придет в состояние активное в этом отношении, что мы просто додавим в каком-то смысле и начнутся эти позитивные изменения. Потому что чиновник должен делать то, что надо делать для экономики, а вовсе не сидеть спокойно и ковырять носок. А почему программа до сих пор не подписана? Ведь она должна, это должно было состояться еще в прошлом году. Вы знаете, собственно, мало кто верил, что это будет в прошлом году, потому что это документ фундаментальный. Президент подписывает также по аналогии, мы делали с национальным планом по борьбе с коррупцией, по сути, поэтапный график с конкретными цифровыми параметрами, что нужно сделать в здравоохранении, что нужно сделать в образовании, что нужно сделать в машиностроении, что нужно сделать в транспорте и так далее. При этом, собственно, сам план разворачивается и в отраслевом, в межотраслевом варианте. И понятно, что нам нужно все отрасли было пройти. И каждый нам сказал, это не надо, это неправильно, Это вообще ерунда, это вы какие-то там мечтатели, идите гуляйте вообще, все будет по-другому. Но мы, поскольку имеем поддержку нашего высшего политического руководства, за что мы благодарны, то мы все-таки смогли с помощью Игоря Шувалова и президента, и премьера, смогли пробиться уже на финишную прямую. Вот сейчас, если кто-то нас и может остановить, то уже с большим трудом. Ну, поскольку приватизация является важной частью этого плана, я не могу не вспомнить о, скажем так, суверенных чертах приватизации в России. В частности, когда был приватизирован пакет акций компании «Башнефть», другой компании «Роснефть», федеральная антимонопольная служба выступила с заявлением, что проведет проверки в регионах и выяснит, нет ли необходимости продать часть АЗС. Потому что компания «Роснефть» может стать доминирующим игроком в некоторых регионах. Как проходят эти проверки и как вы относитесь? Нет, вы знаете, такая же история была в регионах, когда ТНК «БПП» приобретала «Роснефть». Там, по-моему, если не ошибаюсь, в восьми регионах они превысили 50-процентную долю. И мы им сказали, надо продать. И они добросовестно провели несколько аукционов по продаже. Часть продали, еще до сих пор продают, потому что спрос в условиях кризиса, конечно, достаточно сильно был снижен. Они не отказываются. Так же и здесь, в Татарстане, в Башкирии. Мы сейчас заканчиваем собирать бумаги по всем регионам. Наши ТЭРы провели соответствующее изыскание. Где-то уже закончили, где-то они сейчас еще заканчивают эту работу. «Роснефть» не против, они будут продавать. Почему мы вообще дали согласие на эту сделку? Это очень просто. Мы всегда так делаем во всех абсолютно случаях. Если доля компании на этом рынке не превышает 50%, что бы это ни было. Мы всегда говорим «да». У нас всегда такая практика. Это можно проверить по всем абсолютно отраслям. Но даем предписание, которое касается особенностей поведения такой компании. А вот если она превышает 50%, мы заставляем либо продать активы, либо есть еще другие механизмы, которые в законе предусмотрены. Но это уже очень редкие согласия. Мы всегда почти отказываем. А если доля компании не превышает 35%, мы всегда говорим «да», без всякого предписания. И исключений из этой практики не бывает. Поэтому, когда говорят, что Башнефть, после покупки Башнефти, которая была небольшая, вдруг «Роснефть» из такой вот компании, которая действительно занимает доминирующее положение, наряду с рядом других компаний, вдруг станет абсолютным монополистом, это ерунда. У них нет 50%. Но, скорее всего, им с частью АЗС придется остаться. Да, а в регионах где-то есть больше 50%. Ну, и закон и говорит, продавайте. Еще одно направление деятельности Федеральной антимонопольной службы – это тарифное регулирование. Большая задача. И здесь есть исключения. Потому что установка государства, чтобы тарифы были, а инфляция минус 1%, в общем-то, ряд компаний и ряд отраслей очень активно этому сопротивлялась. Как с этим разбирать Федеральная антимонопольная служба? Ну, у нас ужасная была ситуация. У нас была с точки зрения тарифов инфляция плюс. Это означает, что мы кормили так называемых национальных чемпионов, кто их так называет, а кто-то называет жирных котов, за счет населения, которое оплачивало. Еще за счет бизнеса, промышленности. Промышленность же тоже оплачивает тарифы. Железнодорожные, электрические, какой угодно. То есть мы убивали свою экономику, выращивая каких-то монстров. Ну, зачем? А мы антимонопольная служба, как раз мы по этой части. Мы, может быть, не такие большие и сильные, как там, я не знаю, Роснефт или Газпром. Но мы специально обучены. Знаете, вот есть такие собаки ФАС, которые специально обучены на определенного зверя. Вот мы на этого зверя специально обучены. У нас есть специальные полномочия, которые мы неплохо разобрались и умеем использовать. Поэтому, если что, приглашайте. Так вот, во всей этой ситуации, конечно, вместо того, чтобы этих котов кормить все время, мы сказали, инфляция минус. Давите на издержки. И давайте теперь вся экономика начнет выигрывать. Потому что в сопоставимых ценах, если мы увеличим тариф ниже инфляции, значит, уменьшение тарифа в сопоставимых ценах, это значит новая передышка промышленности, улучшение для людей, потому что тариф фактически относительно инфляции снижается. Более того, мы в абсолютных значениях многие тарифы снизили сегодня. Потому что сама система, я сейчас не буду долго распространяться, была такая. Я и коротко о ней скажу. Кому хочу, такой тариф и дам. Кому хочу, ничего не дам. Полная дискриминация. И вообще идите гуляйте. Вот примерно я то, что могу сказать, что мы увидели на этой поляне. Поэтому удивляться ни к чему не приходится, когда, например, правительство после жестоких баталий говорит, там предельный тариф, там 6%, значит, вдруг бах, на 70 где-то в регионе взлетает. Там на 30, там на 40. Как так? А потому что в самих актах правительства в свое время ловкие люди предусмотрели, что есть исключения из правил. А если очень хочется, то можно. Все равны, но некоторые равны. Вот мы сейчас с чего начали, мы все эти дырки закрыли. Если правительство установило, то не будет выше соответствующего. Есть только один механизм, еще один возможный повышение, но который прозрачный и понятен. Концессии, там такие вещи. Публичные, да. Вот мы сейчас обнаружили, естественно, после 1 января, как в ряде регионов, их сейчас 5. Как мы увидели, и там написали об этом жители, журналисты написали об этом. Там вроде как опять выше подняли, чем был установлен как предельный тариф по России. Вот мы сейчас будем, ну вот как я сказал, специально И вы не только предписание даете, но вы просто отменяете этот тариф? Мы отменяем. Мы уже отменили и в Коми, и в Забайкале, и там и так далее. А сейчас мы не просто будем отменять. Мы сейчас будем передавать дела в прокуратуру и в правоохранительные органы. Потому что мы не для того закрывали эти дырки, которые 15 лет различные жулики использовали в том числе для того, чтобы обогащать определенные компании, ущерб населению и бизнесу. А мы как раз хотим, чтобы они получили по-настоящему первый раз. Вам было дано поручение президента проследить за ценами на лекарства, изучить ситуацию на этом рынке. К каким выводам вы приходите? Ну, у нас есть действительно радостная новость. Впервые там за всю историю нам удалось в абсолютном значении снизить цены больше, чем на 100 лекарств. Как мы это сделали? И в чем здесь была причина? Почему раньше никто этим не занимался и никто не мог? Потому что все изучают себестоимость. Вот приходит компания и говорит, у меня вот такая себестоимость производства таблетки. Как правило, у них там предприятия вообще за рубежами нашей страны, и эта себестоимость ни о чем не говорит. Вранье сплошное. Мы антимонопольщики, используем другой метод. Мы используем метод сопоставивых рынков. Поэтому мы установили, что в странах окружающих нас, ну так называемых референтных странах, если есть хоть в одной стране, где они продают эту таблетку дешевле, чем зарегистрировали у нас, они должны снизить цену до этого значения. А если они этого не делают, мы тогда их разрегистрируем, выгоняем с рынка вообще. Вот одна компания не захотела снижать цену, мы его сняли с рынка, и все сразу успокоили, и все написали заявление. Пришли и сказали, да, вы правы, вот у нас там в Венгрии, там в Казахстане действительно цена ниже. И снизились цены. В некоторых случаях, ну, среднее снижение 30%. Мы сейчас 100 лекарств снизили. Это не очень много, потому что на самом деле, даже если же на ВВП взять, ну, нужно 2,5-3 тысячи простудировать непатентованных названий, а самих торговых там будет десяток тысяч. Ну, ничего, мы это сделаем. Мы это сделаем. Если хоть одну страну найдем, где они продают дешевле, значит, вот до этой цены снижается. Они на курс валют не ссылаются? Дело в том, что, понимаете, какая вещь. Это мы сейчас говорим уже после девальвации. То есть это и все равно мы находим. А до девальвации мы сделали доклад 3 года назад, мы его внесли в правительство, по которому 75% вообще наших цен на лекарства были одни из самых высоких в мире. Мы сделали самыми высокими в мире, по тем же референтным странам, по 30 примерно странам. Но тогда, значит, предпочли этот доклад не заметить, сказали, что мы, возможно, там методические ошибки какие-то допустили. Но мы-то были уверены, что здесь точно вот это зарыта собака, и мы эту проверку не отменили и 3 года продолжали заниматься. Это мы, сейчас еще раз говорю, мы коснулись только примерно 10% жизненно важных препаратов, и в них 100 лекарств снизили. А мы сейчас пойдем в широкий бредник. Мы сейчас живем в ожидании появления стратегии развития экономики. Здесь есть несколько концепций, есть несколько вариантов. Какой вы склоняете есть? Ну, знаете, ну, прежде всего, про конкурентному. Да, 8-я и 34-я статья Конституции. Отцы-основатели, молодцы. Они позаботились о том, чтобы было ясно сказано, запретено монополистическую деятельность и развитие конкуренции. Если мы хотим быть современным государством, современной экономикой, нам нужно развивать конкуренцию. Рецепты просты, мы их уже обсудили. Это, прежде всего, приватизация, это, конечно же, демонополизация огромного количества секторов. Мы должны уничтожить наши чеболи, как это сделали корейцы или японцы, дзайбацу. И после этого будет экономическое чудо, я не сомневаюсь. В этом смысле есть люди близкие для меня, как Алексей Леонидович Кудрин, мы с ним сотрудничаем в написании его программы, мы дружим 30 лет, знакомы, бог знает с каких времен. Я Алексея Леонидовича очень уважаю и считаю, что то, что он пишет, во многом созвучно нам. Но у нас, Фасин, есть своя команда, у нас есть свое представление о том, как нужно жить. Поэтому мы всегда советуемся друг с другом, но похоже, что мы с одной грядки с Алексеем Леонидовичем, и похоже, что мы где-то недалеко друг от друга. И все мы вместе в ожидании чуда, на этот раз экономического. Ну, нужно верить в хорошее, и тогда это произойдет. Я благодарю вас, желаю вам успехов. Спасибо большое, Ирина.